Всем тихой ночи. Пора бы продолжить погружение в глубины вселенной Бекрумса. Обычно люди, попавшие в закулисье, оказываются в бесконечных офисных коридорах, с мерзкохлюпающими коврами и старыми желтыми обоями, где и остаются бродить до наступления полного безумия или смерти. Такая судьба кажется пугающей, но это не самое плохое, что может случиться с путником. Ведь провалиться из реальности можно не только на так называемый нулевой уровень, но и на второй. На этот уровень попадают нередко те, кто забираются в узкие коридоры, и если им не повезет найти там переход в Бекрумс, они обнаруживают себя в бесконечной череде тоннелей, из которых не получится просто так выбраться, потому что за каждым поворотом их теперь ждет только новый длинный коридор, даже если попытаться вернуться обратно. Тоннели эти заполнены трубами, некоторые из которых холодные, но некоторые и напротив, настолько горячие, что воздух вокруг них нагревается до более чем 40 градусов. В некоторых местах трубы шумят так, что около них физически трудно находиться. В общем, место это само по себе не самое приятное. Но главная опасность тут это даже не жар от труб, а грибок, который местами покрывает стены. Непосредственно для человека он не особенно опасен, во всяком случае, если не есть зараженную им еду и не пить местную воду. Более опасен он для мелких животных, крыс и разных насекомых, которые в больших количествах попадают сюда из реальности. Гриб легко заражает мелких тварей и превращает их в уже серьезный источник опасности для людей. Когда животное вдыхает споры гриба, оно практически сразу преображается, и уже через несколько минут на теле существа появляются белые пятна. В дальнейшем маленькое тельце будет переживать болезненную трансформацию, в ходе которой ткани тела будут постепенно заменяться на ткани гриба. При этом размеры клыков и когтей увеличиваются в несколько раз, а остальное тело напротив высыхает. После завершения этого процесса существо начинает нагреваться. Некоторые свидетели утверждают, что температура зараженных может превышать температуру кипения, но по какой-то причине это не причиняет вреда. Напротив, существо становится очень подвижным и агрессивным, нападает на других животных и даже на людей. Нападения эти со временем становится все опаснее, потому что чем дольше такое существо живет, тем крупнее и подвижнее оно станет. Борьба с ним в условиях узких коридоров второго уровня это практически верная смерть, потому единственное, что советуют бывалые путники это бежать. Тем более, что ловкость и скорость это не самые сильные стороны монстра. Он часто спотыкается, да и в целом назвать его быстрым сложно. Один из странников предположил, что этот грибок, названный к слову 15 сущностью, на самом деле является измененным реальностью Бекрамса, грибом кардицепса, который встречается и вне мира закулисья. В эту часть реальности Бекрамса проникают другие опасные сущности из других мест мира закулисья. Однако, даже монстры побаиваются встреч с зараженными грибком существами. Впрочем, несмотря на суровые условия, тут есть и несколько небольших групп людей, которые приспособились к выживанию в этой местности. Что говорит о том, что уровень этот сам по себе не очень большой, раз у людей есть возможность встретиться и собраться в группу. Одна из таких обосновалась в большой комнате между тоннелями, где соорудило себе убежище из разного подручного хлама, которое удалось принести сюда из других уровней или реальности. Похоже, эти люди смирились с жизнью в тоннелях. Ведь мутную жижу, текущую иногда из труб, можно пить. Спать можно прямо на деревянных ящиках, попадающихся то тут, то там. А если поймать крупную крысу, можно даже пообедать. Главное убедиться, что она не поражена грибком. Некоторые из тех, кому надоедает местная жизнь, похожая на бытие бездомного, пробиваются к небольшой группе поклоняющихся Джерри людей. Сектанты Джерри это вообще явление достойное отдельного рассказа. Они встречаются, наверное, на всех уровнях за кулисей, где вообще живут люди. И это бывшие странники, теперь поклоняющиеся сущности в виде синего попугая по имени Джерри. Несмотря на свою безобидную внешность, Джерри так промывает мозги своим последователям, что они фактически теряют человеческий облик и становятся безмозглыми зомби, все мысли которых заняты тем, какой же замечательный это Джерри. Так что даже грустный быт уровня 2 не кажется какой-то более проблемой. Как мы видим, эта точка входа в бэкрумс в чем-то даже хуже, чем классические коридоры с желтыми обоями. Но на самом деле оказаться тут не так уж и плохо, ведь второй уровень сам по себе не очень большой. И если следовать в сторону наиболее освещенных тоннелей, можно найти на стенах обозначение EL3A. Если идти по ним рано или поздно, путник попадает в большое помещение, напоминающее большой и просторный склад. Там живет группа примерно из 30 человек, которая пытается поддерживать нормальную жизнь. Они там занимаются торговлей и сразу выменяют у путника какие-то ценные предметы на то, что есть на их складе. За счет этого, а также предметов, которые удается найти на самом складе, их жизнь не так уж и плоха. Да и монстры забираются в эти места редко, и то, как правило, пугаются большого количества людей и убегают обратно, откуда пришли. Единственная опасная сущность тут, это обитающая в офисной части склада штука, похожая на нагромождение глючных картинок. Оно поначалу было принято за странного вида статуя, какое-то произведение искусства безумного художника, но оказалось, что если подойти к нему близко, человек оказывается в страшной ловушке. Его окружает черная рамка, выйти за пределы которой невозможно. Материя тела человека просто перестает существовать, когда он пытается покинуть границы коробки. Это в чем-то напоминает обрезание картинки в фотошопе, потому существо получило именно такое название, фотошоп. Было замечено, что если монстра начать фотографировать или пожертвовать ему какой-нибудь предмет, он отпускает жертву. Некоторые предполагают, что это своего рода не сформировавшееся божество, требующее такого вот поклонения, но не имеющее определенной роли и характера. Как это обычно у божеств бывает принято? В целом, склад это неплохое, довольно спокойное место. Вот только попасть из него больше никуда не получится. Это тупик. И опять же можно принять мысль, что здесь придется провести весь остаток жизни или отправиться обратно в узкие тоннели второго уровня. Однако что же делать путнику, который все же решится выбраться со второго уровня окончательно? В этом случае его ждет не самое простое и безопасное приключение. Ему нужно будет зайти именно в ту часть лабиринта тоннелей, где стоит страшная жара и шум, и надеяться, что где-то там он найдет поворот в тоннель, выложенный красным кирпичом. Этот поворот визуально уходит очень далеко, и это не обман зрения. Считается, что его длина около 150 километров, которые придется пройти на своих двоих. Путь неблизкий и непростой. Время от времени дорожка между стен разрывается глубокими провалами, ведущими в темные пещеры. Что вместе с тем, что местами в этой реальности нет никакого освещения, крайне опасно для путника, не запасшегося источниками света. Хотя пользоваться фонарями тут стоит осторожно, ведь в полной темноте путник может хоть и свалиться в пещеру, где переломает себе ноги, но по крайней мере он не будет опасаться местной сущности, именуемой Хикари. Описать, что эта штука собой представляет, довольно трудно. Кто-то говорит, что это призрак, кто-то, что многомерное существо, а скорее всего это своего рода монстр-мимик, умеющий маскировать себя под источники света. Лампочка, фонарик, свечка и даже факел может оказаться этим существом. И оно настолько не любит людей, что нанесет смертельные ожоги жаром и сфокусированным светом каждому, кто по неосторожности окажется рядом с ним. Казалось бы, достаточно избегать мест, заваленных обугленными телами. Но проблема в том, что любой источник света на этом уровне может стать Хикари в любой момент, даже фонарик в руках. Потому большинство путников старается все же двигаться по тоннелю в темноте. А главное, для чего все это? Зачем проходить такой большой путь? А все для того, чтобы попасть в, так сказать, большой backrooms, в бесконечную реальность элиминальных пространств ностальгических уровней. Всем пока!